Конечно, мы готовились к этим концертам как к большому-большому событию. Мне кажется, в жизни каждого артиста есть определенные этапы. И я считаю, что сегодня будет еще один новый этап в моем творчестве, потому что действительно, когда я была совсем маленькая, я только мечтала и слушала о том, что вот где-то моя родина, и живут мои сестры, и сейчас у меня есть такая возможность прилететь сюда и выступать перед аудиторией, и, конечно же, перед своими сестрами, потому что они будут присутствовать на концерте. Поэтому для меня это вдвойне, втройне волнительно. Но я надеюсь, что все-таки годы, которые я отдала работе на сцене, профессионализм все-таки возьмут верх, и я сегодня достойно смогу выступить. Спасибо. Говоря о ваших номерах, ни для кого не секрет, что вы совмещаете и пение, и сложные акробатические трюки. Мы все прекрасно знаем, что уже легкие танцевальные движения приводят к тому, что зачастую становится очень сложно петь. Как вы работаете над этим, как вы достигли этого совершенства? Вы знаете, у нас есть программа построена таким образом, чтобы мне было комфортно делать и то, и другое. То есть если это сложные хореографические номера, то в них я не пою, а исключительно танцую. Если это, ну как бы, скажем так, средняя физическая нагрузка, в которой я могу в состоянии и петь, и танцевать, то мы делаем такие номера. Стараемся разбавлять номерами, в которых участвует только балет, пока я могу отдышаться, для того, чтобы подготовить организм к следующей песне. Вот. Мы работаем вживую, и это принципиально. То есть, ну как бы, для меня это важно. Я люблю, как бы, сложные задачи, да, мы очень много тренируемся, и в зале, когда мы готовимся, мы работаем сразу и над вокалом, и над хореографией одновременно. И это помогает нам на концертах достойно выступать. Шейф-вардик для меня и для очень многих ваших поклонников ассоциируется как живой спецэффект. То есть вы не просто танцуете, вы как живой спецэффект на сцене. А кто является художественным руководителем или режиссером в основном? Или это все ваши идеи? Дело в том, что мне очень повезло. Я выбрала свое образование осознанное, и первое мое образование — это режиссер эстрады. Поэтому я в этом достаточно хорошо разбираюсь, достаточно для того, чтобы режиссировать как минимум свои шоу. Более того, иногда ко мне коллеги обращаются за помощью, я даю советы и им. Поэтому всю режиссерскую работу проделываю я и, конечно же, моя команда, которая участвует в дискуссиях, в подборе номеров, порядке номеров и так далее. Есть образование, которое позволяет мне грамотно все это корректировать. Работаем самостоятельно. Я могу рассказать только маленький секретик. Вивальди Холл оснащен огромным экраном диодным. И вот именно на этом экране будет такой необычный сюрприз, который мы заранее снимали живьем, монтировали, засняли на видео и привезли показать вам. Я надеюсь, что вам понравится. Хотелось бы задать такой вопрос. Как вы разрабатываете ваши номера, чем руководитесь и какова та планка, которую достигнув вы довольны собой? Мне кажется, нет предела. Вы знаете, я сегодня очень довольна тем, что мы делаем, тем, какая у нас программа. Но я знаю, что завтра я буду уже недовольна этим. И это главный плюс, потому что без этого артист расти не может. У меня очень много навыков, которые я получила, я занимаюсь в цирковой студии. Я умею работать с огнем, я умею жинглировать. Вот жингляж — это тот прием, который я еще не использовала в своих шоу. Но я ищу тот номер, то выразительное средство, в котором оно будет действительно актуально. Не просто, а вот знаете, я еще умею вот это делать. Чтобы оно все было гармонично. Не так, что это могу, вот это и вот это покажу. Все должно быть объединено в одну идею. И сегодня в шоу я буду работать с огнем. Потому что это как бы вписывается в рамки режиссерской задумки. Все, хочу повториться. Спасибо. На родине, вы знаете, ну как-то так случилось, что я больше как бы родилась я в Украине. То есть работала тоже. И как мы в принципе попали в Армению. Мы, просто у нас был крик души. И мы захотели сделать армянскую версию песни «Не оставляй меня». То есть была русская песня. И вот нам захотелось, почему? Потому что у Виталика тоже армянские корни. И мы поговорили о том, что было бы здорово. Мы сделали перевод. Более того, перевод этой песни, так случилось, что сделала девочка, которая оказалась моей однофамилицей. Вот из всех украинских авторов я нашла именно свою однофамилицу. Мартирасян Кристина. Она сделала перевод этой песни. И мы сделали клип, вот две версии. И так получилось, что нам стали звонить и делать какие-то предложения. Журнал «Лакшери» предложил мне стать лицом одного из выпуска. То есть есть для опложки. И после этого, конечно же, как бы пошли какие-то предложения. То есть артист делает что-то, что вызывает интерес. И как бы продолжает в том же направлении. То есть мы получили одно предложение и решили, что нужно не останавливаться, делать еще, еще, еще. Потом было предложение, вот международный проект в Москве снимали, да, съемки клипа на песню «Армении», где принимали участие артисты с армянскими корнями, но которые там, возможно, не живут в Ереване конкретно, да. И мы вот в Москве делали такой социальный проект тоже очень замечательный. А у вас есть какие-нибудь идеи въехать в Армению, создать структуру велика в школе? Да, да, вы знаете, сейчас второе образование я получаю тоже осознанно. В области спорта, как тренер, я разрабатываю свою методику, по которой я буду учить женщин танцевать. Потому что я считаю, что с помощью танца можно решить многие проблемы, начиная от физических, заканчивая психологическими. Вот, сейчас я подбираю помещение в Киеве, открываю первую школу там. Это будет, скажем так, тестовая школа. Я посмотрю, как пойдут дела там. Если все будет здорово, я думаю, что все будет здорово, мы будем открывать школы не только в Украине, но, возможно, и в Армении. Танцы на пилоне. Также мне хотелось бы, чтобы женщины изучали классические танцы. То есть это будут все танцы для женщин. Просто они будут под определенным углом, как бы, да, ну, то есть по моей методике. Спасибо. Спасибо. Все ваши у меня очень специфичные. Мне бы хотелось узнать, для каждого гастролей, для каждого выступления вы подбираете новую команду? Или у вас есть базовая команда, с которой вы всегда поступаете, и которая соответствует всем техническим и артистическим гитериям? У меня есть моя команда, постоянный состав моего балета, который я очень люблю, который очень любит меня, и мы работаем на один результат. То есть бренд Варда, да, под которым мы работаем, это для нас всех одно целое, единое, и поэтому мы отдаемся на 100%. Это очень важно. Иногда мы приглашаем готовых артистов, то есть, например, там, шоу барабанщиков. Ну, бывает такое, что это готовые барабанщики, которые просто участвуют в нашем шоу. Бывают такие моменты. Но сегодня мы приехали в Ереван только своей командой, своими силами, вот, и, ну, как бы, своим составом полным. Я немного отклоняюсь от темы концерта, которые ожидаются. Я бы хотела спросить о вашем стиле, потому что приезд в арты – это символический приезд к 8 марта, к празднику красоты и женственности, и при той же символе красоты и женственности. Кто работает над вашим вилляджем? Были ли какие-то существенные изменения, связанные с вашим карьерным ростом, с душевными, которые приедены в вашем окрасте? Были существенные изменения после клипа «Потанцуй», если вы видели, вот, тоже дуэт с Виталием Козловским. На этом клипе я познакомилась с Юлией Саенко, это достаточно известный стилист в Украине, которая стала моей подругой. Вот, и, конечно же, ну, она и как стилист, и как подруга постоянно мне так, одень вот это, нет вот это. И мы с ней постоянно ругались, я говорила, так не годится, либо мы дружим, либо мы работаем. Вот, и мы не могли, как бы, определиться, в итоге мы решили, что мы будем и дружить, и работать. И вот с тех пор она отвечает за то, как я выгляжу и на сцене, и за сценой, вот, полностью за моим стилем следит. Она, я даже не всегда знаю, что я одеваю, и какого это бренда, и так далее. Вот, то есть я полностью, ну, как бы, доверяю ей, просто на самом деле, когда артист набирает определенного рода популярность, становится такое большое количество задач, которые он сам решит, ну, просто не в состоянии. Как бы я ни хотела, то есть я разбираюсь в хореографии, да, я разбираюсь там в акробатике, я разбираюсь в режиссуре, ну, я просто не в состоянии физически выполнять все это сама. Поэтому сейчас, слава богу, собралась такая команда, которая помогает мне экономить мое время, потому что я выполняю очень много задач, вот, ну, и часть задач перекладываю на них, вот, и они мне помогают справляться. Варти, извини, так как я немного знаком с программой, которая будет на вечер, думаю, и в прессе будет это очень интересно, если ты расскажешь именно о вот выходе, вот названием «Мотылек», так как для армян, я думаю, он очень интересный, так как из зала должен быть приглашен гость. Сегодня у нас будет один из номеров, в котором участвуют зрители из зала, вот, на сцене будет стоять стул, на который будет приглашен один из мужчин, сидящих в зале, вот, достаточно такой интересный номер в стандартном стиле кабаре, я бы сказала, он достаточно откровенный, но, вы знаете, мне всегда удавалось даже эротические танцы танцевать очень сломутренно, вот, поэтому никакие грани нарушено не будет, я думаю, что все будет здорово, всем понравится, и что самое интересное, что женщин поклонятся мне больше, чем мужчин, вот, поэтому я думаю, что мы сегодня никого не смутим этим танцем, а только вызовем интересные эмоции. Три концерта у нас будет сегодня концерт, 8 марта концерт и 9 марта, вот, 9 марта будет присутствовать мои сестры на концерте. А вот я хочу узнать, какая у вас у меня цель, есть ли какой-нибудь поприще, на котором вы себя чувствуете так же комфортно, как у нас? Какое-то что поприще? Я люблю готовить очень, очень люблю готовить, сейчас остается все меньше времени, но, ребята знают, бывают такие моменты, когда репетиции, там, мы не успеваем, там, найти зал в аренду, снять, и ребята приходят ко мне, репетируют, и после этого я обязательно готовлю что-нибудь, там, кормлю их, что переживаю, что они голодные, вот, то есть есть вот это место, и я там себя чувствую достаточно комфортно, у меня, получается, здорово готовить. У меня какой-то вопрос, а после этого, после этих концертов, у вас какие планы? У нас сейчас дело в том, что всеукраинский тур, вот, и так получилось, что мы прервали этот тур ради вот этих вот концертов, то есть, как бы, мы посетили Ереван в рамках всеукраинского тура, три вклюзивных концерта, но у нас еще 8 концертов в Украине, поэтому мы возвращаемся, 15-го числа у меня красная дорожка, я иду на премию, вот, и дальше уже серия концертов идет в Украине. Вы знаете, мне кажется, я вообще люблю очень дарить подарки, но мне кажется, что Ереван сделал огромный подарок мне, тем, что пригласил меня выступать. А номер с огнем будет сегодня? Да, конечно. Номер с огнем будет и сегодня, и завтра, и послезавтра. Крич, Арцик? То есть, ты менял программу диктата с вами? Ну, немножечко будет отличаться, потому что мы привезли огромное количество чемоданов с костюмами, вот, и мне бы хотелось немножечко разнообразить, и костюмы будут меняться, немножечко будут... Некоторые костюмы шили специально для Армении. А вы же скажете про девушек Партанцев? Девочки из Украины, все совершенно случайно как-то попали, но теперь я понимаю, что ни за что их никуда не отпущу, потому что они у меня самые-самые красивые, самые лучшие. И действительно, у меня очень красивые девочки, и часто говорят, вы знаете, вы так рискуете. Вот если вы замечали, у мировых певиц всегда на подтанцовке не очень красивые девочки. Мне кажется, это потому что у них комплексы. У меня нет комплексов, я за то, чтобы со мной работали только самые-самые талантливые, самые красивые. Вот, и если девочки в чем-то превосходят меня, то для меня это большой стимул соответствовать их уровню. Да, одна из девочек очень похожа на меня и часто путают. Вот, бывает у нас саундчек, и она приходит немножечко раньше, и к ней обращается Варда, Варда, что вам, Варда? Ну так, она говорит, это уже не смешно, ну как же так, почему они меня путают? Ну вот так случилось. Все, 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 все.